с вами николай пивенко в проекте дата сегодня 27 июля финляндии отмечается очень интересный день или праздник не знаю день сони или день семи отроков эфесских согласно легенде в средневековье семерка христиан забылось сном почти на 200 лет в пещере спасаясь от гнева римского императора но видимо иногда нужно просто уснуть чтобы не решать других проблем у родившихся в этот день в 1853 году появляется на свет владимир короленко русский писатель публицист общественный деятель короленко переживает ссылку гласный надзор тюрьму этапы и поселения не причисляя себя к революционерам он все-таки занимается просветительской деятельностью борется с остатками крепостничества называет себя беспартийным писателем и был кстати добровольным правозащитником выступая на судебных процессах спасая невинных от каторги после октября короленко открывает в полтаве 45 столовых для бедных детские приюты и пишет протестующие письма наркому просвещения луначарскому человек создан для счастья как птица для полета да да это сказал он короленко 1903 год в день рождения николая черкасова актера широкую известность получает после исполнения роли профессора полежаева фильме депутат балтики но помимо этого мы его хорошо знаем по фильмам дети капитана гранта и конечно же петр первый но главным делом для черкасова была работа в александринском театре в санкт-петербурге где он играл заглавные роли и вот что интересно в пьесе петр первый по роману алексея толстого николай константинович играл царя петра а в одноименном фильме царевич алексея совершенно разные противоположные роли но сыграны с одинаково высоким мастерством 1915 год день рождения павла кадочникова еще одного популярного киноактера народного артиста ссср он также был и режиссером герой социалистического труда лауреат государственной премии ссср настоящая советская школа кино 1936 год в этот мир приходит морис рудольф эдуардович лепа артист балета солист большого театра теперь о событиях этого дня в этот день как гласит сказание об убиении даниила суздальского и начале москвы якобы была основана столица россии летописец подробно описывает убийство князя сыновьями боярина кучки при соучастии княгини улиты юрьевны и об отмщении за смерть даниила а именно казни боярина сыновьями и улитой и основании на месте их сел красных города москвы хотя современными историками данное сказание считается художественным произведением так как она имеет сильное расхождение с другими источниками данной информации но по-прежнему живет то есть можно предположить что из-за политической неуместности она таковым и обозначена но мы знаем с вами у москвы много дат основания и точный как мне кажется пока еще нам никто не предоставил возможно мы когда-нибудь узнаем об этом но в будущем в 1605 году уже дмитрий первый он же по всей вероятности галлический дворянин юрий отрепьев бывший монах кремлевского чудового монастыря григорий коронуется в успенском соборе на царство не про царствует и года а еще через пять лет своеобразной сходкой москвичей смещается с престола в этот же день русский царь василий шуйский после чего во россии наступает период правления семибоярщины 1920 год в москве с красной площади совершен первый в россии полет на аэростате его совершает воздухоплаватель анощенко а также его коллеги аллеринский и куни красный флаг впервые был поднят на огромную по тем временам высоту около пяти километров до конца 1920 в рсфср совершено 16 свободных полетов в 1920 году анощенко первому выполнившему все испытания по правилам фаи приказом по воздушному флоту было присвоено звание первого красного пилота воздухоплавателя 1985 год в москве горбачев открывает 12 всемирный фестиваль молодежи студентов он будет проходить по 3 августа включительно на него приезжает 26 тысяч человек из 157 стран мира в ходе фестиваля составились выставка молодых художников фото выставка концерта с участием как самодеятельных и этнических коллективов так и профессионалов фестиваль закрывается шумным представлением 3 августа 1986 год группа queen становится первой группой после луи армстронга 1964 году прорвавшийся за железный занавес они играют в будапеште концерт из тура life magic вскоре у mercury обнаружили к вич к середине 80-х queen достигли пожалуй пика своей концертной формы хотя они всегда умели здорово держаться перед публикой никогда ранее их концерты не были столь грандиозными но когда mercury рассказал участникам группы о положительном результате теста было решено концертов больше нигде и никогда не давать они сконцентрировались только на работе в студии которая привела к потрясающим результатам 2002 год львов авиашоу посвященное 60-летию 14 авиакорпуса чей штаб дислоцируется во львове су-27 на малой высоте проносится над полосой перед трибуной потом задирает нос кверху стремительно набирает высоту заваливается на бок выполняя фигуру высшего пилотажа бочку а после разворачивается и переходит в крутое пике снова приближаясь к летному полю черкнув кроны высоких тополей растущих по краю территории авиаремонтного завода он несется над рулежными бетонными дорожками ведущими к проходной предприятия продолжая терять высоту чиркает крылом по ил-76 который стоит на площадке для осмотра стремительно ползет по бетонной полосе где толпятся люди над разваливающимся на куски самолетом вспыхивают два купола парашютов истребитель выскакивает на травяное поле и загорается при этом погибает 83 человека из них 19 дети 199 человек получают травмы оба летчика из аварийного катапультирования получают серьезные травмы позвоночников но и последнее 27 июля 1841 года возле пятигорска на нижнем склоне горы машук майор мартынов убил на дуэли величайшего русского поэта которому не было и 27 лет михаила лермонтова считается что николай первый после знаменитого стихотворения на смерть поэта отправил лейб гвардии поручика лермонтова на кавказ ну специально под пули поэт смело воевал отличился в боях а его бабушка добилась того что в 1838 лермонтову разрешили вернуться через два года юный офицер характер был говорят еще тот поссорился с сыном французского посла дуэль военный трибунал и новая ссылка на кавказ в пехотный полк через год тоже бабушка опять отхлопотала своего гениального внука этот вновь вернулся в питер где был встречен со славой как наследник пушкина вот видимо это и не понравилось царю через несколько недель приходит новый приказ вернуться в полк по пути на кавказ и в пятигорске где он остановился лермонтов написал свои величайшие стихи утес спор свидание листок выхожу один я на дорогу ну и свое последнее бессмертное стихотворение пророк в пятигорске нашлись и враги и завистники как это часто бывает ну и конечно же гибель смотрите вот пример для вас он горд был не ужился с нами глупец хотел уверить нас что бог гласит его устами смотрите ждите на него как он угрюм и худ и бледен смотрите как он нак и беден как презирают все его с вами был николай пивненко в проекте дата